Всем привет! Вы попали на канал Антон Профит, канал, о котором я обучаю своих подписчиков грамотному хранению, управлению криптовалютой, а также способом заработка на данной криптовалюте. Поэтому, если ты еще не подписан на мой канал, то ты очень многое потерял. Давай, исправляй эту ошибку и сразу же подписывайся на канал. Данное видео будет крайне полезным для всех обладателей кошельков Ledger, а также для тех, кто планирует покупать данный кошелек. После этого видео у вас не останется ни одного сомнения в необходимости покупки данного кошелька. Если вы еще не определились, какую именно из моделей Ledger вы хотите купить, то на моем канале есть полные инструкции по кошельку Ledger Nano X и Ledger Nano S, в которых я разбираю все до мелочей и рассказываю принципиальные и ключевые отличия одной модели от другой. Данное видео будет продолжением видео, которое я снимал совсем недавно, после просмотра которого у многих моих подписчиков возник ряд вопросов. Если вы до сих пор не посмотрели видео, в котором я рассказывал, как управлять Ledger в связке с Binance Smart Chain, что позволит вам практически без комиссии выводить на кошелек Ledger любые криптовалюты, в том числе Bitcoin, Ethereum и так далее, платя за комиссию какие-то копейки, в прямом смысле центы, а не 20-30 долларов, то обязательно просмотрите перед этим видео сначала то, о котором я сейчас рассказываю. Ссылка на все, что я буду упоминать в видео, будет в описании, поэтому переходи, смотри, изучай и просвещайся. Итак, вернемся к самым популярным вопросам, которые возникали у моих подписчиков после просмотра данного видео. Первый вопрос это то, почему, когда я перевожу свои токены на кошелек Ledger в сети Binance Smart Chain, я не вижу их. Я вижу только BNB, я вижу ETH, вижу Bitcoin, но не вижу, допустим, C98, я не вижу, допустим, токен Shiba и так далее. На все эти вопросы вы получите ответы в данном видео. В этом видео я расскажу, как вы сможете увидеть все свои токены, как вы сможете этими токенами управлять. И главный вопрос, который возникает у моих подписчиков, как мы будем действовать в том случае, если эти токены некуда будет вывести. Допустим, если случится что-то с биржей Binance, ведь все мы понимаем, что большинство бирж не поддерживает сеть Binance Smart Chain. И на все эти вопросы, ребята, вы получите ответы в данном видео. После просмотра и освоения всего того, что я оглашу в этом видео, вы сможете смело называть себя профессионалом в данном кошельке, сможете экономить на комиссиях. И главное, ребята, я научу вас продавать свои токены Binance Smart Chain без каких-либо проблем на децентрализованных обменниках. А что это значит для вас? То, что все транзакции будут анонимными. То есть ни одну вашу продажу или покупку этих токенов никак не смогут с вами связать. Грубо говоря, вы сможете продавать свои токены внутри своего кошелька и спокойно фиксировать свою прибыль. Поэтому, дружище, если ты до сих пор не поставил лайк, обязательно сейчас его ставь. Потому как потом ты просто можешь забыть это сделать, потому что будешь в шоке от увиденного. Если тебя что-то не устроит в данном видео, то ты сможешь всегда его снять. А я начинаю. Итак, ребята, для понимания того, почему какие-то токены мы видим, а какие-то нет, давайте я, допустим, продемонстрирую вам пример. Если мы захотим сюда перевести биткоин, мы просто введем BTC с таким силуэтом буковки B будет наш биткоин. Мы без проблем сюда его заведем, сэкономим бешеные деньги на комиссиях и сможем спокойно хранить на своем кошельке Ledger. И сможем его спокойно видеть здесь среди токенов BSC во вкладке счета нашего приложения Ledger Live. Но, допустим, если мы захотим сюда завести токены с КРТ, если я вставляю адрес своего кошелька Ledger, то, как мы можем убедиться, мы можем ввести его в двух сетях, собственная сеть СКРТ и Binance Smart Chain. Но после того, как мы переведем на наш кошелек данный токен и захотим его добавить, то в поиске мы его не обнаружим. Все почему? Потому как Ledger Live постоянно развивается и в данный момент он поддерживает определенный список токенов. Перед тем, как выводить, вы можете проверить, поддерживается ли ваша монета. Допустим, эфир классический. Вводим ETK и видим, да, эфир классик, он поддерживает. Но как нам действуют с другими токенами? Допустим, такой пример, как Shiba Inu. Его также здесь нет. Или такие новые токены Binance Smart Chain, как C98. Его также здесь нет. Так как Ledger Live постоянно обновляется, со временем после обновлений все эти токены будут появляться в данном списке. Но что делать нам сейчас, если мы переводим свои токены и хотим хранить их безопасно на нашем кошельке? И как нам управлять ими, если мы не видим их в Ledger Live? Ведь без этого мы не можем вывести наши с вами токены. А ответ очень прост, ребята. Мы будем использовать MetaMask. Мы сможем без проблем подсоединить к нему свой холодный кошелек. И при этом MetaMask будет выступать в данном случае в роли Ledger Live. То есть через него мы сможем видеть токены, но находиться они будут внутри нашего кошелька Ledger на холодном хранении. Чтобы вам было проще понять и визуально представить всю эту картину, я создал такой слайд, где наглядно показываю, как устроен наш с вами кошелек Ledger. Представляем, что наш кошелек это дом, в котором есть 2, 3, 4 комнаты. Ну, для примера я нарисовал 2. Все эти комнаты принадлежат одному дому. Это наш кошелек Ledger. Вот так он выглядит на самом деле в визуальном представлении. А теперь мы представляем, что у него есть окна у этого дома. Итак, это окно называется Ledger Live. Это окно позволяет нам с вами видеть наши токены. Точно так же, когда мы заходим во вкладку счета, мы видим наши токены, которые мы сюда отправляли. Итак, что видим мы на данной схеме? Мы можем видеть ZEC, ETH, VTC и так далее. Наши USDT, Monero, Litecoin. Все что угодно. Но мы не видим какие-то токены Binance Smart Chain. Между комнатами есть дверь, в которой мы также можем увидеть ряд каких-то токенов. Грубо говоря, из этого окна мы сможем увидеть данный токен, этот токен, этот, ну и вот этот максимум. Поле нашего зрения будет ограничено этим окном и вот этим вот дверным разъемом. Через это окно мы сможем увидеть все свои популярные токены и через эту дверную щель мы сможем увидеть какую-то часть токена в BSC. Все остальные токены нам недоступны. Точно так же, как я вам и показывал при добавлении, допустим, токена SKRT или SHIBA. Да, они спокойно хранятся на вашем кошельке и вы можете не переживать, что вы куда-то потеряли. Потому что многие мне об этом говорят, я перевел токен, ты говорил, что он будет храниться, его там нету, я потерял 500 долларов. Ребята, вы просто должны осознавать все это. Пересмотрите 20-30 раз, пока до вас не дойдет осознание всего этого. Второе окно, которое мы сегодня с вами рассмотрим, а их на самом деле много. Это окно будет называться MetaMask. Через MetaMask мы сможем увидеть все токены BSC, потому как если мы заглядываем с улицы в это окно, то мы видим все свои токены абсолютно. И можем ими управлять, мы можем их переводить, мы можем их продавать и менять друг на друга. И именно это мы сегодня с вами и научимся делать, видеть все свои токены. Для осуществления всех этих манипуляций, вам в первую очередь понадобится установить MetaMask и настроить в MetaMask сеть Binance Smart Chain, потому как изначально по умолчанию этой сети нет. Если ты, дружище, до сих пор не умеешь этим пользоваться, то переходи на мой канал, во вкладке видео ты найдешь все необходимое для тебя. У меня есть полная инструкция по MetaMask, как его установить и как его настроить. И во-вторых, у меня есть инструкция по Binance Smart Chain на MetaMask. Если у тебя до сих пор все это не стоит и не настроено, переходишь, смотришь и настраиваешь. Все ссылки на данное видео вы также найдете в описании под видео. И уверен, что проблем у вас с этим не возникнет, потому как я все очень подробно и до каждой кнопочки разложил. Даже твоя бабушка сможет сделать это без проблем. Итак, на данный момент вы имеете установленный MetaMask, настроенную в нем Binance Smart Chain сеть. И теперь мы переходим к нашему Ledger, потому как Ledger нам нужно будет подготовить для работы с MetaMask. Первым делом подсоединяем свой кошелек Ledger к компьютеру и разблокируем его. Находим на нем приложение ETH и выбираем его. Далее нажимаем кнопку вправо или ставим до тех пор, пока не найдем пункт Settings. Как только мы его нашли, нажимаем одновременно две кнопки. Далее мы видим надпись Contract Data, выбираем ее одновременном нажатием на две кнопки. Как видите, у нас была надпись Not Allowed, а стала Allowed. Оставляем этот пункт в таком положении и выходим назад. Находим кнопку Back и нажимаем одновременно две кнопки. В данный момент наш кошелек полностью подготовлен к работе с MetaMask. Теперь, ребята, давайте я лично на своем примере, как я это люблю делать, покажу, как мы скупим с вами токен, который здесь не будет отображаться. Переведем его на Ledger и убедимся, что его здесь не будет видно. Далее я вам покажу, как мы сможем увидеть этот токен. Я вас научу продавать эти токены, обменивать друг на друга и безопасно хранить внутри вашего кошелька. Поэтому, если ты до сих пор не поставил лайк, самое время это сделать. Покупать я буду токен SHIP, потому что это один из самых ярких примеров того, что здесь в списке мы его не находим. Буду использовать для покупки токена SHIP биржу Binance. Кстати, ребята, это очень крутая биржа. И все токены в сети Binance SmartChain вы можете без проблем покупать именно на данной бирже и выводить отсюда свои эфиры, биткоины именно в этой сети, экономя сотни, а то и тысячи долларов на комиссии. Если ты до сих пор не зарегистрировался на данной бирже, то ты очень многое потерял, потому что это топ-1 биржа. На моем канале есть отдельная видеоинструкция по бирже Binance, как там правильно зарегистрироваться и пройти верификацию, а также получить пожизненную скидку 20% на все торговые комиссии. Если ты зарегистрировался и не знаешь, как купить криптовалюту со своей карты, то у меня также есть отдельное видео. Переходи и смотри. Здесь я рассматривал сервис Binance P2P, где я научил своих подписчиков грамотно и правильно покупать свою криптовалюту с карты. Без разницы, что у тебя там находится, рубли, евро, доллары или гривны. Переходи, изучай. Все необходимое есть по ссылке в описании. Итак, в данный момент я буду покупать, как я уже сказал, токен SHIP. До этого в поиске пишу SHIP, перехожу. Я уже подготовил 10 долларов для покупки, потому как покупки начинаются от 10 долларов. И куплю по маркету. На всю сумму, которая у меня есть на 10 долларов, нажимаю кнопку купить SHIP. Все, ордер сразу же автоматически исполнился по лучшей цене для меня. И я купил 1 миллион 491 тысячу токенов SHIP. Если ты, дружище, сможешь это видео через год или через два после его выхода, то обязательно напиши, какой курс токена ты видишь перед собой сейчас. Вполне возможно, что я только что купил себе квартиру в Москве за 10 долларов. Итак, давайте теперь выведем SHIP к себе на леджер. Выбираем пункт кошелек, фиат и спот. Жмем кнопку вывод. В поиске вводим наш SHIP. В поле адрес мы должны ставить адрес кошелька токена Binance Smart Chain. Сразу же могу сказать, что это тот же адрес, что и эфир, адрес на нашем кошельке. Поэтому, если вы его знаете, можете сразу кидать на эфировский кошелек все эти токены. Я хочу получить токен SHIP. Для этого иду в счета. Выбираю Binance Smart Chain. Получение. Продолжить. Обращаем внимание на наш леджер. Нажимаем одновременно две кнопки. Наше приложение готово к работе. Ожидаем. И видим перед собой адрес. Именно на этот адрес мы можем отправлять абсолютно любые токены в сети Binance Smart Chain. В данный момент я отправляю на него токен SHIP. Копирую данный адрес. И возвращаюсь на биржу Binance. Вставляю сюда этот адрес. И выбираю сеть. Как видите, ребята, можно выбрать в двух сетях. И если мы будем выводить токен в сети эфира, то мы заплатим почти 30 долларов в комиссию. И если мы будем выводить в сети BSC, то всего 24 цента. Разница больше, чем в 100 раз. Выбираем, да, я уверен. Я хочу вывести все токены SHIP. При этом заплачу комиссию 34 тысячи. На самом деле это всего 24 цента. Нажимаю вывод. Подтвердить. Продолжить. И ввожу все коды безопасности от моей биржи. Нажимаю кнопку отправить. Завершить. Где в этом же окне чуть ниже мы видим, что мы вывели свои токены. Как только эта надпись станет completed, зелененьким светится, наши токены будут там. Что еще отличает данную сеть, так это то, что транзакции молниеносны. На самом деле этот токен уже на нашем кошельке. И если мы обновим данную страницу, то увидим, что наши токены уже отправлены к нам на кошелек. Итак, мы можем переходить в Ledger Live и убеждаться, что наш токен не высвечивается в данном списке. На этом этапе у всех возникает паника. Все думают, что они потеряли свои деньги, свои токены. Но нет, ребята, как я уже сказал. Сейчас мы с вами будем учиться их видеть. Для дальнейших манипуляций, чтобы у вас все работало. У вас, во-первых, должен быть запущен Ledger Live. Рекомендуется это сделать. Он должен быть разблокирован и находиться в сети Binance Smart Chain. Наш кошелек Ledger тоже должен быть разблокирован и не находиться в спящем режиме. Поэтому выводим его из спячки. Идем в наш MetaMask. Для удобства работы с ним нажимаем на эти три точки и нажимаем кнопку «Развернуть вид». Далее наводим мышку на дальний кружок и выбираем его. Где видим пункт «Подключить аппаратный кошелек». Нажимаем на него левой кнопкой мышки. Выбираем пункт «Леджер», так как у нас кошелек Ledger. И нажимаем «Продолжить». Кстати, ребята, для Трезера все будет аналогично. Нажимаем «Продолжить». Где нас просят проявить активность на нашем кошелек Ledger. Для этого на нашем кошелек Ledger находим пункт «Binance Smart Chain». И выбираем данный пункт одновременным нажатием на две кнопки. Если у вас произошла ошибка, то повторяем данный процесс. Как видите, со второй попытки все сработало. В первый раз ошибка произошла лишь потому, что я все это делал медленно. Итак, наш Метамаск отображает много адресов. Но для того, чтобы мы увидели конкретно наш, он обычно будет светиться первым. Вспоминаем, что именно этот адрес был адресом для вывода нашей криптовалюты. Если вы вдруг забыли его и не помните, то можете проверить. Ставим галочку напротив нашего кошелечка и нажимаем «Разблокировать». Все. В данный момент мы подключились именно к кошельку своему. И видим только токены Binance Smart Chain. Сейчас у многих возникает вопрос, а почему я не вижу свой токен? Потому как даже если вы пользуетесь просто Метамаском, не холодным хранением, а обычным Метамаском, то каждый токен в сети Binance Smart Chain вы должны добавлять вручную. Потому что Метамаск не умеет определять их автоматически. Но здесь хотя бы вы можете добавить их вручную и видеть их и управлять ими. В отличие от того же Ledger Live. Здесь даже через смарт-контракт вы не сможете запихать данный токен и видеть его на своем кошельке. Для того, чтобы добавить свой токен, вам, во-первых, нужно нажать «Добавить токен» и найти адрес смарт-контракта. Варианты нахождения данных адресов просто масса. Во-первых, вы можете войти в CoinMarketCap. И, допустим, мы хотим найти адрес того же C98. Выбираем данную криптовалюту и видим, что данный токен может быть в сети эфир. Того, чего нам не нужно. Видите, значок эфира. И если мы нажмем справа кнопочку «Мою», то увидим, что он также работает в сети Solana и в сети Binance Smart Chain. Мы копируем данный адрес, нажимаем «Добавить токен» и добавляем данный токен. Я не буду этого делать, потому что я покажу все это на примере токена SHIB. Но бывают такие случаи, как с токеном SHIB. Мы также пытаемся его найти. Находим данный токен, выбираем его и видим, что у нас здесь только сеть эфира. И нет кнопочки «More», чтобы мы могли увидеть остальные адреса. Хотя этот токен без проблем работает в сети Binance Smart Chain. Вторым способом вы также можете использовать сайт CoinGecko. Повторяюсь, все сайты, все ссылки будут в описании. Также вводим в поиски SHIB. Находим его. Данный обозреватель предоставляет больше информации. И здесь, нажав справа на три точки, мы можем увидеть еще возможные сети хранения данного токена. Это сеть Phantom и Polygon. Как видите, Binance Smart Chain здесь нет. Все дело в том, что данные обновляются не так быстро. И если токен совсем недавно начал поддерживать эту сеть, то вполне возможно у вас возникнет секция трудностей. И поэтому я вас учу, как самым простым способом и самым правильным найти ваш токен и добавить его в MetaMask. Самым простым способом будет вернуться на вашу биржу, где, перейдя в вкладку «Кошелек», «Фиат» и «Спот», во вкладке «Вывод» будет содержаться история всех ваших выводов. Я вижу свои токены SHIB, которые я совсем недавно выводил. И обращаю внимание, что у нас есть TXID. Это обозреватель блокчейна Binance Smart Chain, где мы сможем увидеть название нашего токена и адрес, который ему принадлежит. Для этого нажимаем вот такой значок цепи, и у нас открывается наш проводник, где в поле «Токенс» «Трансферит» мы видим всю информацию. Мы видим, откуда нам были отправлены наши токены и на какой адрес. Это адрес именно наш. Но для нас с вами самое важное значение имеет название токена. Справа от всех этих надписей есть наш токен. Нажимаем на него, и мы перемещаемся конкретно на страницу нашего токена, где в поле «Контракт» написан адрес данного контракта. Мы его копируем, нажатием на данную кнопку и возвращаемся в наш MetaMask. Жмем кнопку «Добавить токен» и в поле «Адрес контракта» вставляем наш адрес, где автоматически происходит заполнение остальных полей. Нам остается лишь нажать кнопку «Далее» и «Добавить токены». Обязательно нажмите «Добавить токены», иначе они не добавятся. Как видите, мы уже видим наши токены, добавляем их, возвращаемся назад на Ledger и с удовольствием наблюдаем наши токены BNB и наши токены SHIB. Итак, ребята, теперь вы научились видеть все свои токены. Таким же методом добавляете все оставшиеся токены, которые вы отправляли к себе на кошелек в сети Binance Smart Chain. Сюда можно сразу же добавить биткоин, эфир и так далее. Все, что вы добавляли, переводили к себе на ваш кошелек. И отправите их абсолютно на любой кошелек. Думаю, с этим у вас проблем не возникнет. Для примера, давайте я сейчас переведу какую-то часть токены SHIB к себе назад на биржу. Нажимаю «Отправить». И вот сюда мы должны поставить адрес нашего кошелька с того места, куда мы отправляем. Для примера, я опять же буду использовать все ту же классную и мою любимую биржу Binance. Переходим в кошелек, Fiat Espot опять же. Теперь выбираем кнопку «Ввод». В поиске монеты указываем SHIB. Выбираем ее. Выбираем сеть Binance Smart Chain, потому как у нас токен в данный момент находится именно в этой сети. И вот видим наш адрес, на который нам нужно отправить наш токен, чтобы получить к нам на биржу. Копируем его, возвращаемся в MetaMask и вставляем сюда наш адрес. Нажму «Отмена», чтобы еще раз повторить. Жмем «Отправить токен» и вот сюда указываем адрес, на который мы хотим отправить наш SHIB. Мы можем нажать кнопку «Max», тогда мы выведем абсолютно все до последней копеечки SHIB. В данный момент я выведу чуть меньше токенов. Выведу 50 тысяч для примера токенов. Нажимаю кнопку «Далее». Подтвердить. И как видите, у нас возникли проблемы с загрузкой вашего баланса токенов. Это лишь из-за того, что в данный момент мой кошелек находится в спящем режиме. Я специально демонстрирую вам все эти ошибки, чтобы у вас возникало как можно меньше проблем. И вы находили как можно больше ответов именно в самом видео. Итак, разблокируем наш кошелек. Перед отправкой наших токенов выбираем на нашем кошельке «Binance Smart Chain» и открываем его. Именно после включения данного режима мы выбираем «Отправить SHIB». Вставляем наш адрес, на который мы отправляем. Указываем количество токенов. Я буду 5000. Нажимаем «Далее». Подтвердить. И на нашем кошельке в данный момент просят подтвердить нашу транзакцию. Листаем правой кнопкой до момента, пока мы не увидим «Asset & Send». И подтверждаем одновременно нажатием на две кнопки. Все, наша транзакция ушла. Если мы нажмем на название нашего токена, то можем увидеть данную транзакцию. Теперь нам осталось дождаться наши токены у нас на бирже. Если мы нажмем левой кнопкой мышки на нашу транзакцию, то у нас более подробная информация открывается, где мы можем нажать данную стрелку и переместиться опять же в BSC Scan, где увидим всю информацию полную о нашей транзакции и статус проведения нашей транзакции. Как видите, у нас транзакция прошла. И если бы здесь был reject, написанный красной кнопкой, то наша транзакция не прошла. И наши бы токены остались у нас на кошельке. Опять же, мы видим теперь обратное направление, что мы выводили с нашего кошелька и на наш кошелек биржи Binance и название нашего токена. Возвращаемся на нашу биржу. Идем во вклад в кошелек, фиат и спот. Выбираем ввод, чтобы увидеть всю информацию по токенам, которые мы сюда присылали. Спускаемся чуть ниже и видим 5000 токенов SHIB только что пришли к нам. Причем транзакция моментальная. Переходим в торговля, классическая. Здесь в поиске вбиваем SHIB. Выбираем валютную пару, которую мы хотим торговать. И как видим, мы можем продавать с вами 5000 токенов SHIB. Теперь, ребята, как я вам обещал, я вам расскажу главную фишку этого видео. Как вы сможете управлять своими токенами, вы уже разобрались. Но как вы сможете фиксировать, продавать большинство из этих токенов, а главное покупать эти токены в обход биржи, потому что не все токены есть на биржах, прямо внутри своего кошелька. Для всех этих манипуляций я представляю вам PancakeSwap, который благодаря последнему обновлению Ledger, то, что он стал поддерживать Binance Smart Chain, и в связке с MetaMask мы сможем полностью в обход всех централизованных бирж децентрализованно продавать наши токены, незаметно ни для кого. И никак эти транзакции не будут связаны именно с вами. То есть, все это полностью анонимно. Итак, PancakeSwap, ссылка в описании. Не ищите ссылки на эти обменники в Яндексе или в Гугл, потому как там очень много скама. Вы сможете попасть на левый сайт, что чаще всего и происходит. И дав доступ к своему кошельку Ledger этому сайту, вы потеряете всю свою криптовалюту. Все ссылки на сайты в описании. Пользуйтесь и наслаждайтесь. Первым делом для того, чтобы мы могли купить или продать криптовалюту с нашего кошелька Ledger, мы непосредственно должны его подключить вот здесь. Если вы видите здесь не свой кошелек Ledger, то нажимаем Disconnect, обновляем данный сайт. Далее жмем Connect, выбираем MetaMask. И если все-таки подключается собственный кошелек MetaMask, а не тот, который нам нужен, то есть кошелек Ledger, мы просто закрываем всю страницу полностью, полностью выключаем браузер и заново запускаем наш браузер. Где заново авторизуемся в нашем MetaMask, вводим от него пароль и нажимаем разблокировать. Где видим наш кошелек Ledger и теперь только после этого переходим на сайт PancakeSwap. После этого наводим на кнопочку MetaMask и видим, что в данный момент MetaMask нам предлагает выбрать, какой именно кошелек мы хотим подключить. Как видите, у меня подтягивается кошелек старый мой, который в данный момент на нем написан активный. Он будет подтягивать последний кошелек, который использовался с данным сайтом. А нам нужно выбрать Ledger, поэтому выбираем подключиться. И что мы видим? Мы видим свой кошелек Ledger, активированный на данном сайте. Далее мы переходим во вкладку Trade Exchange, то есть обменник. Я не буду рассказывать про все остальное. Вы также можете здесь фармить, добывать токены. Поэтому, если вам это будет интересно, обязательно пишите об этом в комментариях. И я вас научу зарабатывать на стекинге ваших токенов. В данный момент мы рассматриваем, как мы сможем продавать, фиксировать нашу прибыль, обменивать наши криптовалюты в сети Binance Smart Chain. Поэтому выбираем именно обменник Exchange, где в верхнем поле будут указываться те токены, которые мы будем отдавать, то есть продавать. А внизу мы будем выбирать те токены, которые мы будем покупать за те токены, которые выбрали сверху. И так, соответственно, здесь, как и стейблкоины, BUSD есть. Также есть стейблкоин USDT. Также здесь есть DAI. Масса вариантов, ребята, как вы можете зафиксировать свою прибыль. Я выберу BUSD и покажу вам, как я могу продать свои токены BNB. Где в верхнем поле указываем то количество токенов, которые мы хотим продать. У меня какие-то копеечки есть на балансе. Соответственно, я укажу 0, 0, 0. 1 BNB я хочу продать. И получается, что я получу 49 центов. Итак, нажимаем swap. Confirm swap. Где у нас происходит подписание транзакции. Обращаем внимание после нажатия данной кнопки на наш леджер. Нажимаем подтвердить. И подтверждаем эту транзакцию на нашем кошельке. И нажимаем одновременно две кнопки при виде этой надписи. Все, наша транзакция пошла. Где мы можем нажать Wave on PSC Scan и проверить статус ее исполнения. В данный момент она прошла, как видите, очень быстро. И видим, что у нас из PancakeSwap пришел токен Binance Spec. Для того, чтобы убедиться, что у нас этот токен есть, как я вас уже учил, мы должны добавить его к нам в MetaMask кошелек для отображения. Нажимаем на этот токен. Копируем смарт-контракт. Возвращаемся в MetaMask. Развернуть вид. Как видите, мы его пока здесь не видим. Нажимаем добавить токен. Адрес смарт-контракта. Как видим, BUSD. Далее. И видим наши токены. Нажимаем добавить токены. Возвращаемся назад. Пожалуйста. Мы только что продали часть BNB. И получили с вами токены BUSD. Теперь за свои токены BUSD. Все на том же обменнике. Я буду покупать любой токен, который увижу здесь в списке. В том числе и биткоин в сети Binance. Он будет называться BTCB. Эфир. XRP в сети Binance Marchant. И многие другие. И также их потом, эти биткоины, XRP-шки, спокойно здесь продавать. Видите, ребята, как на самом деле все просто. Если вы будете уметь и обладать этими навыками, вы будете просто профессионалом. Поэтому, друг, если ты до сих пор не поставил лайк, обязательно его сейчас влепи. Обязательно. Итак, как продавать токены? Любые токены, ребята. Не просто только BNB. Любые токены, которые у нас есть с вами на кошельке, вы сможете здесь продавать. Но я специально, и не просто так, выбрал именно токен SHIB, потому как здесь в поиске, если мы ведем SHIB, мы не видим его здесь в поиске, ребята. Соответственно, мы не можем его зафиксировать, хотя у нас он есть на кошельке. И для этого нам также помогут адреса наших смарт-контрактов. Нам нужно будет его вручную сюда добавить. Как найти адрес смарт-контракта токена SHIB, вы уже знаете. Самый простой и верный способ для этого. Мы перемещаемся к нам на биржу, выбираем кошелек, Fiat и Spot. Идем во вкладку вывод, так как мы выводили эти токены с биржи, и точно знаем, где найти наш адрес смарт-контракта. Tax ID. Все, как всегда. Нажимаем сюда и видим наш токен. Выбираем наш токен и копируем адрес нашего смарт-контракта. После этого возвращаемся к нам на PancakeSwap и обязательно, ребята, обновляем страницу, потому что если вы не обновите, ваш токен может не добавляться, не искаться по смарт-контракту. Так как я в данный момент хочу продать токен SHIB, то мне нужно указать адрес контракта с самого верху, то есть тот токен, который я продаю. Если бы я хотел купить токен SHIB, то указывал бы его снизу. Но я буду продавать, поэтому выбираю верхний пункт, вставляем сюда адрес смарт-контракта. Как видите, результат нулевой, он их не нашел. Как раз хорошо, что так произошло. Снова обновляем данную страницу. Ожидаем, когда погрузятся наши балансы. После этого вставляем адрес нашего смарт-контракта. И как видите, вуаля, все нашлось. Нажимаем кнопку импорт обязательно, ставим здесь галочку и нажимаем еще раз импорт. Все, теперь у нас есть наш токен SHIB. Чтобы он начал отображать наше количество, нам нужно просто немножко подождать. Как видите, все токены отобразились. Далее, внизу мы выбираем тот токен, на котором мы хотим его продать. Я хочу продать за BUSD. В верхнем поле указываю количество, которое я хочу продать, либо максимально. И жду, когда у меня отобразится та сумма, на которую мне дадут продать мой токен. Далее, если вы впервые какой-то токен здесь покупаете или продаете, вам нужно сначала его разблокировать. В данный момент нам нужно нажать кнопку Enable, но опять же, у вас должен быть запущен сейчас MetaMask. И самое главное, ваш кошелек в данный момент не должен находиться в спящем режиме. Вы должны его пробудить. Выбираем Binance Smart Chain и нажимаем две кнопки. Теперь мы можем смело производить наш обмен. Нажимаем Enable Ship, либо тот токен, который вы осуществляете обмен или продажу. Нажимаем Подтвердить. Подписываем транзакцию на нашем кошельке, листая вправо. Все, наша транзакция ушла. Как только наш токен подтвердится, у нас станет активна кнопка Swap. Видим, что транзакция ушла, она осуществлена, все прошло хорошо, кнопка Swap стала активной. Продаем наши токены, нажимая кнопку Swap. Подтверждаем транзакцию. Все как всегда, ребята. Подтвердить и на нашем кошельке подписываем данную транзакцию. Все, ребят, можем опять же нажать на кнопку Wave BSC Scan и увидеть процесс нашей транзакции. Все, наша транзакция спустя 15 секунд прошла, где мы видим, что мы отдали SHIP и получили Binance Pack. Возвращаемся к себе на MetaMask и видим, что у меня сейчас 10 долларов 85 центов. Вот так вот, ребята, теперь вы умеете покупать любой токен Binance Smart Chain и любой токен из них продавать. Да, не все токены здесь будут, но большинство из них вы сможете найти, если будете обновлять и вставлять сюда адрес смарт-контракта. Pancake Swap – шикарная вещь. По примеру Pancake Swap вы можете теперь, обладая навыками, которыми я сейчас вас обучил, подключаться к любому децентрализованному обиннику или бирже. Я вам также рекомендую, крайне рекомендую использовать такой DEX как OneInch. Ссылка, опять же, на него будет в описании. На нем также можно найти какие-то токены, которых нет на Pancake Swap. Для вас будет домашним заданием попробовать осуществить все то же самое, только с OneInch. Я не буду вам показывать, как им пользоваться в данный момент. Если будет очень много вопросов, я обязательно сниму по этому поводу видео. Потому как на OneInch можно, помимо того, что вы можете обменивать по тем ценам, которые находятся в данный момент, вы можете использовать здесь лимитные ордера. То есть устанавливать ту цену, по которой вы хотите продать свою криптовалюту. Я уверен, что для многих это будет очень актуальным. Чтобы не затягивать данное видео в рамках этого видео, я не буду рассматривать данный вариант, потому что он сложный. Освоите, пожалуйста, ребята, все, что вы услышали в этом видео. Каждый из вас, каждый мой подписчик должен уметь профессионально обращаться со своей криптовалютой и теми инструментами, о которых я вам сейчас рассказываю. Итак, дружище, я уверен, что данное видео было крайне полезным для тебя. И теперь ты многому научился и узнал много интересного. И у меня есть к тебе просьба. Обязательно, во-первых, поставь лайк. Я уверен, что ты уже его поставил. И напиши хотя бы один комментарий. Если напишешь два, то ты вообще красавчик. Это помогает моему каналу быстрее развиваться и выдвигать мои видео в рекомендации другим ребятам, таким, как и ты. Делись данным видео обязательно со всеми друзьями. Перекидывай его в различные чаты, потому как я уверен, о том, что я сейчас рассказал, знают лишь немногие. И, конечно, вдруг вступай в мой телеграм-канал, где я публикую самые нужные и необходимые новости, которые помогают моим подписчикам очень хорошо зарабатывать. Если не веришь, что очень хорошо, переходи в телеграм-канал, задавай вопросы, тебе ребята все это подтвердят. На этом я буду заканчивать. С вами, как всегда, был Антон Профит. Желаю вам всем удачи. Всем пока.